Девушки отдыхают В студии наша Елена Данюшенкова, директор Центра развития туризма Кировской области. Добрый день. Здравствуйте. И Ирина Бажина, заместитель директора Центра развития туризма. Ирина, тоже здравствуйте. Доброго дня. А говорить мы сегодня будем о туристическом кэшбэке и о том, вообще, куда можно поехать из Кировской области или в Кировской области, потому что Новый-то год вот уже он надвигается, уже ёлки стоят в магазинах, я вижу, да, уже появляется какое-то, ну, более-менее такое праздничное настроение, но при этом есть ощущение, что, знаете, новогодние каникулы... Ты так бодро начала, и... Никто никуда не поедет. Но мне-то кажется, что это не так, что это ошибочные мои впечатления, и меня поддерживают федеральные власти, потому что они продлили программу туристического кэшбэка. Программа действует с 15 октября, да, то есть была первая серия, в течение недели, по-моему, можно было покупать туры. Да, в августе. Вот, и теперь вторая серия, то есть 15 октября она началась и вплоть до 5 декабря действует. Всё верно? Всё верно. Что можно делать в этот период и что нужно делать? В этот период можно путешествовать по России, выбирая туры партнёров именно программы кэшбэка. Они все есть на сайте мирпутешествий.рф, там же, собственно, можно осуществить все продажи. Вот, поэтому всем желающим в период с 15 октября по 5 декабря на сайте мирпутешествий.рф можно купить путешествие. Путешествие даже на две ночи, то есть это туры выходного дня, это очень здорово. То есть требования изменились, да? Требования изменились. Если в первую волну было, по-моему, не менее пяти суток. Пяти суток, да, сейчас это двухдневные туры, плюс увеличился размер кэшбэка по данным турам и, соответственно, больше именно срок возможности покупки. И данная программа действует на туры до 10 января. То есть включая новогодние праздники, включая ноябрьские праздники, вот прошедшие. Да, ноябрьские праздники, каникулы, в принципе, и, соответственно, новогодние праздники, чтобы как раз люди смогли куда-то поехать, даже по области, если там нет возможности выезжать или страшно куда-то ехать. Также есть туры по области, есть возможность остановиться в санаториях, ну, либо путешествовать самостоятельно по другим регионам. Насколько увеличился кэшбэк? Кэшбэк сейчас, насколько я помню, до 20 тысяч рублей. Ну, сейчас это 20%, то есть это установленная такая сумма красивая, да, уже не без привязки к тому, насколько, какой объем у вас был покупки, да, в денежном выражении, да, без привязки к стоимости тура. Сейчас вы получаете 20%, в любом случае, единственное, есть ограничение, что это не более 20 тысяч рублей. Возврат не более 20 тысяч рублей, да. То есть, если ты купил путевку за 100 тысяч, условно говоря, ты 20 тысяч получишь, если ты купил за 150, ты тоже получишь 20 тысяч. Но за 150 надо умудриться на два дня купить тур, я не знаю, это может быть какой-то супер-мега-отель. Ну, я думаю, не все же на два дня ездят. Ну, конечно, конечно, это правда, да, я шучу. Вот по предыдущей программе уже есть какие-то результаты, да, вот даже если говорить о том, два дня или больше дней, насколько вообще люди там предпочитали путешествовать, то есть, возможно, там как-то проанализировали и на основании уже того, как люди себя вели, внесли какие-то изменения. То есть, вы выбирали, старались выбирать покороче туры или вот там же была возможность от пяти дней? То есть, почему вот два дня, да, например, появилось? Ну, было пять дней, естественно, не всем удобно принимать гостей именно на пять дней. Это касается особенно туроператоров, то есть мы прекрасно понимаем, что есть некое ограничение. Гораздо удобнее пять дней, например, провести в санатории или поехать куда-то на юг с целью отпуска. А такие двухдневные туры выходного дня, которые особенно популярны в регионах, где там нет моря, горы или чего-то там еще, просто вот именно на два дня приехать, сменить обстановку, посмотреть достопримечательности, этого, конечно, не было. И действительно туроператорам вот именно пятидневное предложение, например, для такого города, как Киров, составить сложно. И действительно, это не всегда пользуется спросом. Поэтому вот это решение с турами двухдневными как раз очень хорошая поддержка тех регионов, которые, соответственно, не имеют неких естественных притяжений. Ну вот я помню, мы в прошлый раз с представителями как раз туроператоров об этом разговаривали. Они говорили о том, что очень сложно сформировать продукты вот именно на пять дней, потому что, ну, давайте будем объективно смотреть, куда пять дней людей возить. Вот, а два дня, да, наверное, это прекрасный вариант. И в этом плане Кировской области есть что предложить. А, собственно, что? Ну вот вообще, на самом деле, хотелось бы отметить, что вот эта госпрограмма, господдержка, да, это вообще беспрецедентная история. Такого, ну, на нашей памяти не было по отношению к внутреннему туризму. Это колоссальная поддержка. И, конечно, первый этап, да, он был такой пробный. Нужно было посмотреть, да, какой будет спрос, какие есть недоработки, что нужно, куда подвинуться, да, как ее доработать. Технические моменты. И в этом смысле, да, мы очень рады тому, что все-таки появилась возможность второго этапа, который продлил действие этой акции, когда люди могут не неделю бежать, да, быстро покупать, а могут спокойно обдумать свое путешествие спокойно и взвешенно подойти к этому вопросу, выбрать то, что интересно, да, и уже выбрать с более выгодными для себя интересными условиями. Запланировать действительно какую-то краткосрочную поездку. Ну и самое главное, что включены новогодние праздники, мне кажется, что эта история, она будет очень популярна. Да, новогодние праздники, конечно, такое время востребованное. А какие-то изменения, кроме размера кэшбэка во второй части программы, не знаю, как ее корректно называть, в продленной части программы появились? Ну, вот, собственно говоря, это размер возврата, да, на карту МИР, это длительность поездки. Сроки, сокращение сроков можно сократить. Ну и, собственно говоря, такое официальное, что называется, подключение санаториев к этому проекту, потому что далеко не все успели оперативно среагировать на первый призыв, первой волны, да. И просто многие даже не поучаствовали в этой программе, а сейчас санатории имели возможность технически доработать возможности свои по тому, чтобы осуществлять такие продажи онлайн. И подключились уже в полной мере, вот если мы зайдем на сайты наших участников санаторий в Кировской области, да, мы сразу видим, выплывает баннер «Воспользуйтесь программой кэшбэка». Все консультанты, вот сегодня в «Радугу» как раз только перед вами заходила, смотрела, то есть четыре санатория в Кировской области участвуют. Какие? Санаторий Митина, санаторий «Радуга» Кирово-Чепецкий район, санаторий «Сосновый бор» и санаторий «Лесная и Новь» Нижневский район. А это все рядышком фактически с Кировом, то есть это не надо ехать куда-то там далеко, да? Да, ехать никуда не нужно, тратить время на дорогу не нужно. В таком случае вопрос. Все-таки вот когда только-только начиналась эта программа и была первая волна, первая серия, что называется, тогда многие там эксперты отрасли говорили, что санаторий как раз в этой программе, ну вот им сложно в нее заходить, потому что они пока не очень понимают, как они могут сформировать именно туристический продукт. То есть тогда же говорилось еще о том, что дорога должна быть включена до места проживания, потом вроде появилась информация, что достаточно только проживания, да? Сейчас как? Ну то есть если вот мы берем наши санатории, многие ведь, наверное, на машинах поедут, им оплачивать-то как? То есть они же не предъявят чек с заправки, то есть они именно на уже внутренние какие-то услуги санатория, да, будут тур покупать? То есть они покупают, по сути, не тур, да, а они покупают место размещения, то есть так же точно действуют сейчас туристы, которые просто покупают гостиницу на определенное количество дней, ночей со всеми услугами гостиничными, конечно, их можно включить, можно не включать, там, это уже ваше дело, да, и санаторное курортное лечение, ведь мы тоже понимаем, что можно не воспользоваться вот этой частью, да, предложения от санатория, а просто остановиться, выехать за город, как минимум, сменить обстановку, отдохнуть с семьей в эти выходные, да, которые вы решили под это дело посвятить. Или выбрать какие-то пункты, там, галочки просто поставить, что вот это возьму, это не возьму. Да, из предложений санатория, то есть это, конечно, очень прекрасная возможность именно для самостоятельного путешественника, учитывая, что сейчас многие предпочитают ехать личным автомобилем, они добрались, они не должны никому учитываться, как они добирались, сколько добирались и так далее, они просто для себя запланировали место размещения и понимают точно, где они будут, что, какой спектр услуг в это включится, потому что они сами это выбирали. Помимо санаторий в Кировской области, что еще и какие еще там организации, да, и туристические наши там игроки подключились к этой программе, потому что у нас ведь вообще местный туризм, мы много об этом говорили, потихонечку-то все-таки что-то где-то развивается. Действительно, туризм у нас потихонечку развивается. Да. А помимо санаториев в данной программе участвуют также и гостиницы нашего города, это отель «Фор Элементс», отель «Постоялый двор», отель «Старый дворик» как на Мопро, так и на Орловской. Вот, из туроператоров это туроператор «Вездеход». Как и в прошлой, как и в первой серии. Да, как и в первой серии, да. Ну, естественно, как бы двугневные туры, это гораздо проще, чем пятидневные. Это в Кирове. А вот если мы в области посмотрим, то есть вот мы когда говорили про туризм выходного дня, мы же говорили, что у нас тут вот, ну, фактически там в поездке в однодневной даже от Кирова есть какие-то точки, где можно остановиться и что-то посмотреть. Ну, тот же Слободской, мы прекрасно понимаем, находится рядом. Наши популярные – это Котельнич, Ашетти, конечно, это уже подальше немного, но так или иначе место, которое притягивает туристов. Вятские поляны далековато, но если есть возможность, или турист приезжает, например, куда-то с юга, Вятские поляны, то есть у нас достаточно много туристических городов, куда действительно можно съездить, посмотреть именно объекты показа, которые там сохранились. Здесь это всегда очень здорово, посмотреть старую архитектуру. Естественно, это культурно-познавательный туризм. Конечно, интересно с детьми, естественно, например, Котельнич – тема динозавров. Начать с города Кирова, с палеонтологического музея, дальше там поехать в Котельнич, там посмотреть всю историю, потом там заехать, например, развлекаться в Юркенбарк и так далее. Такая динозавровая программа для детей, например, может быть очень интересной. Но вот эту программу, она есть полностью сформированная как пакетный тур, чтобы ее можно было приобрести и получить кэшбэк? Для того, чтобы нам все-таки поездить по области, вот по Кировской области она довольно большая, да, если мы хотим где-то останавливаться, гостиницы Кировской области не участвуют. Они не смогли, это достаточно для них, ну, тяжелая техническая нагрузка, да, не все могут ее реализовать, и у них нет таких больших ресурсов, как у кировских гостиниц, да, чтобы принять участие в программе. Но как можно выйти из этой ситуации? Можно купить готовый тур, скажем, у туроператора «Вездеход», который возит по всем этим районам, составляет прекрасные интересные программы, маршруты, да, и там уже они включат вам и гостиницу, и все, и вы получите возвратную сумму именно на тур готовый, который вы приобрели. А что там за требования такие были, что не все гостиницы смогли принять участие? Это технические требования для того, чтобы у них был установлен эквайринг на сайте, да, мы же понимаем, что далеко не каждая областная гостиница может себе позволить. В принципе, это имеется, да, и позволить себе подключить эквайринг. Не все технически именно оснащены достаточно, чтобы поучаствовать в этой программе. Я не говорю даже только про областные, кировские, в принципе, тоже. Ну, тут раз есть возможность все-таки это делать через туроператоры, я так понимаю, что, наверное, просчитали просто люди там расходы и хлопоты, которые по вот этой вот истории технической нужны, и решили, что так будет, наверное, проще. Да, многие работают через туроператоры, им это интереснее. Они и с точки зрения питания, да, подключат свои ресурсы, и гостиницу подключат, и, скажем, музеи в районах, да, в эту же сумму включат, и туристу уже не нужно будет ни о чем думать в своей такой загородной поездке. Он это сделает через туроператоры. Ну, и гостиницы, или там другим каким-то точкам туристическим, в этом смысле тоже проще, потому что они объем работы понимают, да, и объем, количество гостей, которые приедут, то есть нет такого, что там каждый день кто-то новый бронирует через букинг место и пишет, я приеду, дайте мне кэшбэк. А туроператор заходил уже с какими-то готовыми туристическими продуктами, или достаточно было какие-то, я не знаю, проекты, идеи предложить? Туроператор, конечно, проходит достаточно подробную процедуру верификации, то есть все маршруты, вы представляете, какой-то объем работы, да, с этим связаны в том числе и технические какие-то неприятности, которые были там в первой волне, когда не сразу там программы заработали, или там не сразу все игроки там себя увидели, да, и начали нервничать, потому что все туры, все маршруты заранее отсматриваются. Если со средствами размещения это сделать проще, потому что мы открываем их сайт, компания, которая занимается верификацией, да, они видят, что действительно это работающая организация, все в порядке, то по туроператорам нужно все-таки проверять маршруты, да, для того, чтобы потом не было, как мы понимаем, да, какой-то обратной связи негативной. Поэтому все маршруты проверяются, верифицируются, что они действительно есть, что это реальные цифры, что туроператор зарегистрирован в системе реестра туроператора внутреннего въездного туризма на сайте Ростуризм, что действительно существующая работающая организация, оплачивающая все налоги там и так далее. То есть эти вещи проверяются, и, собственно говоря, те проекты, программы, маршруты, которые представлены и заявлены, это действительно действующие реальные маршруты. Да, то есть и нами была в том числе проведена достаточно большая работа в связи с этим, потому что Тернорус Туризм больше общается через региональный орган власти, в нашем случае это Министерство спорта и молодежной политики, который курирует отрасль, соответственно, через Центр развития туризма, потому что именно подтвердить те же туры, пообщаться по действительным возможностям, они, естественно, не всегда могут с туроператором, они обращаются именно по регионам в органы власти в Центры туризма. Ну, вот я зашла сейчас на сайт. Мир путешествий? Вездеход. А, вездеход, да. Да, тут вот у них есть сборный экскурсионный тур Киров ждет на Новый год, 6-8 января 2021 года, то есть вот как раз по этому кэшбэку. Тут вот есть ремарка. Три дня, две ночи. Тут вот туристов встречают на вокзале в первый день, обзорная экскурсия по Кирову, подарок от Деда Мороза, между прочим. Посещение сувенирного магазина, обед, Юркин парк, кстати, либо Порошино тут вот на выбор. Да, туристам, да, предлагается. Ну, в одну точку повезут их все равно, фактически. Ну, да, вот, тоже есть свободное время вечером, можно отправиться в морепарк, оздоровительный комплекс термальный. Второй день свободный и третий день, ну, тут предлагают музей на выбор, собственно, в который можно сходить во второй этот свободный день. И потом третий день, завтрак в гостинице, экскурсия в Диораму. Под занавес. Да, еще детский космический центр с планетарием. Ну, под детей, кстати говоря, под детей заточено, да? Семейный отдых, каникулы, для этого, в принципе, это все затевалось во многом. Вот, стоимость, ну, между 9 и 8 тысячами, это в зависимости от того, выберете вы Юркин парк или СТК Порошино. Понятно, то есть там, ну, дополнительные какие-то услуги, билеты входные. Ну, средства освещения ведь могут быть разного уровня, разного класса, поэтому, конечно. Вот, ну, и, соответственно, вот ты такой вот продукт приобретаешь, и... Я не сильно в мыть. Вам уже не в чем, соответственно. И получаешь, ну, пятую часть получаешь. Конечно, от 9 тысяч, это там сколько получается, там тысячи полторы, наверное, где-то так возвращается. А в этот раз все регионы участвуют вообще российские? Да, вот, кстати, это хороший вопрос, потому что ведь, когда первая серия была, я помню, там регионы наиболее популярные, где все еще продолжался и так туристический сезон, их туда не включили. Ну, как, собственно, и говорила, и акцентировала не раз внимание глава Ростуризма Зарина Дагузова, что они не будут помогать курортным городам в сезон. То есть зачем это делать? Там и так отшлак. Конечно, программа призвана на то, чтобы поддержать именно межсезонье, когда те же там южные города уже сезон идет на спад. Это те, которые, например, у кого летом сезон, зимой не сезон. То есть у нас немножечко проще, у нас нет такой ярко выраженной сезонности, вот, но так или иначе. То есть у каждого региона, вот во втором именно туре кэшбэка, есть какое-то свое преимущество этой программы для каждого региона. То есть там для южных это нивелирование сезонности, там для нас это двухдневные туры, еще там для кого-то это какая-то своя особенность. То есть отрадно видеть то, что именно Ростуризм действительно проанализировал. Проанализировал первый этап программы и учел пожелания регионов, потому что, не дам соврать, постоянно они находятся на связи. То есть вот есть там общий чат, и постоянно все регионы общаются, то есть поступает обратная связь, можно задать вопрос и так далее. То есть сейчас работа с Ростуризмом стала очень удобна. А Кировская область какие-то предложения вносила, что-то было учтено? Естественно. От нас прозвучало как раз, собирали предложения от регионов в общий чат в таком оперативном рабочем формате. Мы, конечно, очень радовали за санаторий, которые нам звонили, переживали за то, что не смогли поучаствовать по разным причинам каждый. Что давайте, пожалуйста, мы эту историю подключим, потому что на самом деле вот сейчас куда особенно поедут, особенно люди старшего возраста. А вот так они поедут на выходные, съездят, внуков возьмут, в бассейне плавают, свежим воздухом подышат, вот учитывая наш изоляционный сейчас формат, всем хочется куда-то выехать. Санаторий, кстати, не очень высокие требования предъявляют. Им только нужна будет справка об эпидокружении. То есть она берется просто у терапевта. То есть не надо заполнять вот эту книжечку, которую обычно там требуют? Если вы не берете санаторно-курортное лечение, вы просто приезжаете на отдых без всяких процедур, то ничего вам не нужно, кроме справки об эпидокружении, чтобы вы не были в контакте, она берется просто у терапевта. То есть это не нужно идти сдавать дополнительные деньги, платить там еще что-то, да? То есть это было одно из пожеланий. Вообще, кстати, вот в продолжении разговора о том, что Ростуризм сейчас очень оперативно реагирует, из регионов собирает новости и так далее, мы как раз сегодня собираем информацию о том, что будет в регионе на новогодние праздники, потому что вот топ там какие-то 3-5, да, просят для того, чтобы оперативно опять же разместить эту информацию, опять же, чтобы в рамках кэшбэка еще люди обратили внимание, что какие-то интересные там ездят и программы, там еще что-то, да? Мы говорили про каникулы 6-й, 8-й, да, вот эта программа, которая предлагается, ведь мы знаем, что очень многие люди любят, ну, раньше, по крайней мере, любили, да, именно на Новый год куда-то уезжать в другой город, и вот будет ли что-то новогоднее у нас. Ну, вы же видите, Дед Мороз все равно будет, несмотря ни на что. Несмотря на то, что это Рождество, то есть это вот рождественский тур, то, что Даша говорит, да, ты как раз. В любом случае наши площадки будут придавать некое новогоднее приложение. Опять же, даже если мы, например, едем не с туроператором, мы можем взять определенное средство размещения, которое участвует в программе кэшбэка, и благополучно проводить время на наших площадках, отмечая там новогодние праздники, развлекая детей и так далее. Если комплексного тура не будет, то есть можно там самим что-то придумать. Да, то есть такая история гибкая. У нас, в счастье, большое количество открытых площадок, да, которые нас в этой связи, да, в ситуации с эпид-обстановкой особенно не ограничивают, да, и мы можем все-таки на свежем воздухе время активно проводить. У нас есть открытые территории, да. Заречный парк сейчас, и, как, собственно, всегда, да, организовывает, по крайней мере, планирует к организации интересную новогоднюю программу, можно будет принять в ней участие. Это, опять же, открытая площадка, на которой вы будете чувствовать себя более комфортно. Поэтому Новый год будет, несмотря ни на что. Коллективные средства размещения тоже умудряются придумать свои программы, несмотря на то, что массовые какие-то мероприятия, если они не будут, конечно, собирать там людей в рамках каких-то там, да, одного помещения что-то такое делать. Но даже вот делают, я смотрю на подписанные же мы все, конечно, на анонсы наших коллег-партнеров, то номера для того, чтобы фотосессию красивую и новогоднюю организовать, да, то еще что-нибудь. То есть даже взяв, допустим, условно место размещения, взяв там на несколько дней гостиницу, да, вы все равно получите и хорошие фотографии, и впечатления, да, и как-то пытаются новогоднее настроение нам дать даже просто гостиницы, которые, в принципе, не должны были бы, да, и не обязаны такого рода развлекательную программу предоставлять. Но они стараются тоже всем новогоднее настроение создать. Хотя бы таким образом, это тоже приятный очень бонус. У меня есть знакомые, которые уезжают в отпуск, и категорически, и принципиально не готовят в отпуске. Ну, то есть они вот... Вот эта вот история с гостиницами тоже хорошая. Это тоже прекрасный выход. Да, просто уехать на три дня, чтобы не готовить. Я все вот хотела по поводу, да, экскурсионного тура, да, Киров ждет на Новый год. На самом деле, мне кажется, достаточно разумное решение сделать это 6-8 января, а не на Новый год, ну, просто с точки зрения логики, с точки зрения конкуренции. Потому что вряд ли очень много людей решат провести сам Новый год в Кирове. Потому что есть рядом Казань, есть Нижний Новгород, ну, то есть ряд других городов. А вот уже попозже, чуть-чуть, когда уже все такие вот туристические города люди посетили, вот такая вот прекрасная, мне кажется, возможность. И как раз вот с точки зрения конкуренции, мне кажется, прям вообще идеальное решение в этом плане. Ну, и для детей, конечно, тоже хорошо, но потому что уже набегались, уже накатались на горках во дворе, там, условно говоря, и вернулись родителями. Да, 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 да. Я еще хотела спросить, вот история с этим кэшбэком, она ведь точно такая же, как была в первой серии, когда можно было покупать туры не обязательно в другой регион, но и в свой регион. То есть, понятно, там, в санатории, да, но вот эта история с гостиницами кировскими, да, где можно в рамках кэшбэка номер забронировать себе, она ведь тоже на кировчан распространяется. То есть, если вы хотите, например, провести выходные какие-то романтические, там, да, или ребенка куда-то вот вывезти в иную обстановку из квартиры, ввести, тоже можно же это сделать. Да, да, это абсолютно доступно, в том числе и для жителей Кировской области. Я предлагаю сейчас чуть-чуть пораньше уйти на рекламу. Так. Вот. А потом мы уже продолжим дальше беседу. Хорошо. Елена Данюшенкова, Ирина Бажина в нашей студии, Центр развития туризма Кировской области. Обсуждаем вторую серию туристического кэшбэка и то, что это принесет нашему региону. В перерыве как раз... В перерыве вы надо мной смеялись и говорили, что, Анна, ты хотела ребенка увезти в гостиницу, а я вспоминала фильм «Один дома», между прочим, в этот момент. Очень новогодний фильм. Да, начали тут уже как раз в перерыве немного... Елена начала отвечать на вопрос, который я еще не задала, да. А с Кировской областью работают только наши туроператоры или из других регионов тоже есть предложения по нашему региону? Нет, не только туроператоры работают с Кировской областью. Есть несколько туроператоров, насколько я помню, Екатеринбург предлагает, еще из-за Уралии вообще предлагают Кировскую область. Но даже если не брать вот эту программу кэшбэка, мы прекрасно понимаем, что информация о турах в Кировской области она в любом случае имеется на сайте Ростуризма, Мир путешествий, это все дублируется на портале Rush Travel. То есть это дополнительная, скажем так, реклама для наших туроператоров, для туров в Кировскую область, которые, например, могут взять федеральные туроператоры и поставить себе в продажи. То есть, в принципе, это одна из целей нашей работы, помимо привлечения дополнительного турпотока, это количество туров в Кировскую область, которые ставят себе федеральные туроператоры. А есть какие-то возможности продвинуть свои туристические продукты на федеральный уровень, чтобы о них элементарно узнали крупные игроки? Для этого, естественно, существуют различные профессиональные конференции, выставки и так далее, когда приезжают коллеги со всей России, соответственно, там они могут уже пообщаться с коллегами и с федеральных туроператоров и так далее. А в этом году было что-то вообще? В этом году проходила международная туристическая выставка Intermarket, как раз до закрытия, все буквально... Успели до карантина. Успели, да, мы туда ездили, и вот вторая выставка МИД, она уже не состоялась, которая буквально двумя днями позже должна была состояться. Вот, поэтому надеемся, что в следующем году ситуация стабилизируется, и, естественно, будем уже думать о том, как представлять Кировскую область уже на выставках на АРА. То есть, фактически, получается, вот это наше участие, тех наших, как бы, точек, да, и сферы туризма, тех игроков рынка, да, вот в этой программе кэшбэка, их размещение на вот этом сайте, да, это фактически сейчас, получается, единственные возможности себе напомнить, да, раз нет выставки, то есть, а заходят же все, и все же смотрят и фотографии, смотрят, о, какой замечательный отель, о, какой хороший санаторий, надо его включить. Вот мы, на самом деле, вот именно эту работу и проводили, и в рамках первого этапа программы, и особенно второго, потому что понимаем, что есть уже положительный опыт, и есть какая-то реакция, и бизнес уже будет не так настороженно на это реагировать, чтобы все участвовали. Почему? Потому что это, конечно, такой маркетинговый ход, да, даже если вы ничего не продадите в рамках этой программы, но вас узнают, потому что вы заявлены на федеральном портале, да, то есть вы добились, добежали, вы технически соответствуете, у вас есть, что предложить, вы предложили грамотный, проверенный продукт, да, значит, ну, если не в этот раз, то в следующий, да, кто-то к вам обратится, в том числе, действительно, федеральные туроператоры, ведь активно мониторят эту платформу и смотрят, да, если регион представлен, и есть хорошие игроки, уверенные, качественные, проверенные, да, то они обратятся к ним, если не в рамках этой программы, то в обычной своей штатной дальнейшей работе. Ну, как минимум, это гарантия, там, для крупного, да, оператора, что его партнер здесь, это известная какая-то все-таки структура. Это рабочая компания, да. Компания, которая работает, компания, которая не скрывается, компания, которая, там, о себе заявляет громко, следовательно, является надежным партнером. Ну, вот по первому этапу были какие-то продажи в Кировской области? Вот кто-то воспользовался этим кэшбэком? Были продажи, не очень, как бы, какие-то большие, да, в основном они были связаны с коллективными средствами размещения, то есть гостиницы в основном продавали, как раз вот в формате, да, когда хочется сменить обстановку, люди приезжали просто там, да, отдохнуть в другой город, в соседний, возможно, город, да. Сейчас вот мы видим повышение активности именно по санаторно-курортному профилю, и очень надеемся, что туроператор «Вездеход» тоже сможет поучаствовать и уже осуществить продажи, хотя вот они по первой волне не констатировали продаж конкретной по этой программе, но они говорят, нам столько раздалось звонков от туроператоров соседних регионов, от федеральных туроператоров, которые увидели, что Кировский туроператор представлен надежный, качественный, рабочий, да, они стали обращаться и говорят, ну, не сейчас, но мы давайте мы формируем и планируем, да, давайте будем на дальнейший момент какой-то в будущем рассчитывать и уже совместные программы составлять. Это, конечно, очень радует, это на самом деле такой мощный маркетинговый инструмент. Я вот не знаю, может быть, это, конечно, не очень правильно прозвучит, потому что все-таки-то мы, ну, в первую очередь, конечно, за свой регион болеем, но тем не менее, а есть какие-то интересные программы у наших соседей, вот эти же самые туры, там, двух-трехдневные, куда могут кировчане отправиться? Все равно в это погружены больше нас и уж тем более больших слушателей. То есть куда? Ижевск, вот что у нас соседней, Мариэл из известного, Казань. На самом деле мы, конечно, держим связь с соседями, и у многих очень интересные проекты, то есть участвуют все регионы, мы в рамках программы не ограничены, нет ограничений территориальных. И очень интересная программа у Перми, интересная программа у Ижевска, они сейчас очень развивают этнографическую вот эту вот культурно-историческую вот эту вот тему, да, и с точки зрения этнографии кухни национальной, они очень интересные, да, они очень продаются и действительно популярны. Интересные Мариэл вышли с интересными продуктами, то есть кроме Ёшкиного кота еще есть, чтобы посмотреть, и есть интересные предложения. Поэтому участвуют все наши соседи, участвуют активно, все понимают, как бы, да, возможности, которые открывает участие в этой программе. Ну и мы, конечно, приглашаем всех, мы на наших сайтах, в наших соцсетях, в ресурсах стараемся разместить в том числе и соседей. Мы говорим о том, что, ну, есть еще, да, куда вы можете поехать туда и сюда, и соседей много у Кировской области, да, и у них есть тоже интересные предложения, поэтому участвуйте, ездите, путешествуйте. Ну а наших сейчас слушателей призываем подписываться на наши соцсети, потому что анонсы там периодически появляются разные, в том числе и о соседях. Ну это как раз вот такой период, именно возможность съездить туда, куда бы, может быть, ты бы и не поехал, но поскольку есть такое хорошее предложение, то почему бы и нет? Ну вот смотрите, вот со стороны как-то кажется, что в этом плане национальным республикам несколько проще, они в более выгодных условиях с точки зрения, да, вот этого... Колорита национального. Колорита, да, какой-то вот этнографических каких-то разных особенностей. Вот с этой стороны конкуренция, она как-то ощущается? Есть в Кировской области тут что противопоставить? Безусловно, это же объективно, вы сами сказали, да, с чем это связано, но мы не сдаёмся. У нас есть динозавры. У нас есть динозавры. У нас есть не только динозавры, на самом деле, у нас очень, мы прекрасно понимаем, что очень хорошее место именно для семейного отдыха с детьми. Легко добраться из столиц. Летает победа. На самом деле не каждый регион может этим похвастаться. Это, кстати, очень-очень важный такой, очень важная составляющая. Да, это прям конкурентное преимущество, я бы сказала. Да, сейчас поезда, может быть, не ходят не с той чистотой, как хотелось бы, но, опять же, удобное сообщение. Вечером сел в Москве, утром вышел в Кирове. Там, не знаю, в Перми сел, в Екатеринбурге. То есть мы стоим на Транссибе, естественно, как бы транспортно, логистически мы находимся очень удобно. И поэтому именно для тех, кто, например, хочет с детьми сменить обстановку, не обязательно, ведь это должна быть этнография. Многим, например, деткам поменьше это может быть непонятно, неинтересно. Ну, там, сходить на программу куда-нибудь в Юркин парк, в тот же, в Порошин, там, летучий корабль, посидеть вкусные музеи, которых в музее шоколада есть, а вот музеев мороженого и леденцов, их не существует нигде. Поэтому это уникальная достаточно вещь. Детского космического центра тоже. Детского космического центра нет. Такой вот именно палеонтологической темы, чтобы она была настолько развернута, тоже, в принципе, она есть, но не настолько развита, как у нас. Поэтому у каждого региона, наверное, свои особенности. А вот, смотрите, вот мне ещё мысль в голову пришла, а южные районы, например, могут подсесть на хвост Татарстану, ну, то есть делать какие-то комбинированные, возможно, туры, или не предполагает программа этого. Ну, то есть, условно говоря, первый день там Вятские поляны, второй день Казань. Ну, как Казань, да. Ну, видите, сейчас ещё дело в том, что всё-таки эпид-ситуация, да, эпид-обстановка не позволяет нам активно продавать какие-то межрегиональные туры, потому что у всех свои ограничения, да, они меняются постоянно, да, поэтому планировать что-то сложно. В этой связи мы, конечно, все прекрасно отдаём себе отчёт, что это всё-таки самостоятельные путешественники, да. Уже сейчас сложно покупать туры куда-то, да, тем более межрегиональные. Всё-таки люди опасаются, что существуют психологические барьеры. Поэтому они сами распланируют, лучше запланируют гостиницы, да, там, не знаю, в Кирове, в Вятских полянах, в Татарстане, в Казани, там, и поедут ещё куда-то дальше, вот, по пути следования, да, но поедут сами на своей машине тихонечко, как бы, да, учитывая ситуацию, которая складывается здесь и там. Вот я хотела, кстати, спросить по поводу вот этой вот эпид-ситуации, да, и возможных каких-то там, может быть, негативных изменений в планах у людей. То есть если люди покупают тур куда-то, сейчас вот мы понимаем, там, до 5 декабря они должны купить, а тур, например, на новогодние праздники. Подходит время новогодних праздников, либо меняется эпид-обстановка, там, в нашем регионе или в том регионе, куда ехать хотят. Либо там, ну, не дай бог, кто-то в семье заболеет и не могут ехать. Там с точки зрения возврата всё продумано, да? Ну, здесь действует наше обычное российское законодательство, да, то есть мы всё можем вернуть в рамках, как бы, да, то есть мы пишем претензии туроператора, да, что вот... Форс-мажор. Форс-мажор, ссылаемся на определённые обстоятельства, да, объективные, и, как бы, получаем этот возврат. Ну, здесь, конечно... Многие туроператоры могут войти в ситуацию, предложить, например, перенести тур на более поздний срок, если у них, например, периодическая история. А вот этот перенос, он скажется на кэшбэке или нет? Программа же закончится, да. Программа закончится, это уже другая история, да, но если есть объективные причины, но человеку очень хочется, то тут как бы вот... Можно... Я уверена, что эта программа будет продолжаться. Она будет всё равно какими-то периодами, может быть, там, не знаю, не так, как в этом году, там, два раза в год. Но, видите, мы рассчитываем, и я думаю, что на федеральном уровне рассчитывают на то, что каких-то массовых возвратов всё-таки путёвок не будет просто потому, что срок достаточно, вот он близкий, да, для реализации вашего задуманного путешествия, поэтому вряд ли что-то сильно глобально изменится. К тому же сейчас, конечно, уже изначально на этапе покупки этой поездки, да, вы взвешенно оцените ситуацию, вы подумаете, каким средством вам лучше добираться, да, как вы поедете, в каком составе, там, и так далее. То есть, в принципе, мы и все надеемся на то, что никаких массовых возвратов путёвок не будет. Ну, это не массовая будет история. Да, что это будут какие-то единичные, возможно, случаи, да, но, как бы, учитывая преимущества именно материальные, да, от этого проекта, я думаю, что будет всё очень даже позитивно. Да, и вот Елена как раз сказала, что программа, надеются, по крайней мере, на это, да, все участники туротрасли, что программа будет продлена. Есть уже какая-то там конкретика или понимание, может быть, вот что говорит Ростуризм? Ну, пока на самом деле нет, потому что у Ростуризма нет понимания дальнейшего, скажем так, эпидобстановки финансирования. Мы прекрасно понимаем, что такой вот ситуации в исторической перспективе у нас не было. Оценивать, давать какие-то прогнозы достаточно сложно. То есть мы планировали там, например, на осень одно, а ситуация нам диктует совершенно другие условия. То же самое и сейчас, как бы, да, Ростуризм заинтересован, заинтересован в поддержке бизнеса, заинтересован в продолжении программы. Но, естественно, все будет зависеть уже от конкретной ситуации. К санаториям, да, мне немного хотелось бы вернуться, полторы минутки у нас остается. Очень сильно там ратовали санаторий за то, чтобы быть включенными в эту программу, но ведь это не все наши санатории. Это не все санатории. Многие из них именно в рамках туров готовых участвуют. То есть, скажем, да, санаторий там Нижний Ивкино, да, если вот вы позвоните, они вам скажут, что мы вот, да, если вы покупаете через туроператора, да, то мы можем участвовать. Мы участвуем. У самих у них нет там по ряду причин, возможностей. Они поучаствовали через туроператора. То есть есть такой формат работы, и этим тоже активно пользуются. То есть вот те четыре санатория, которые мы вначале называли, это санатории, которые работают в программе самостоятельно. Но есть еще санатории, которые работают через туроператора, и это все можно узнать. Мы их можем найти. То есть поедем можно в более большое, так, в большее количество санаториев, чем четыре. Я просто сначала подумала, что вот только эти четыре санатория участвуют, и, соответственно... И здесь такая же история, как с гостиницами в области, о которой мы говорили, да, то есть они могут просто войти в тур. Вот, но к слову о продлении, да, вот когда первый этап только начинался, я помню практически все, с кем мы общались на эту тему, и спрашивали, как вы думаете, будет ли продолжено, говорили о том, что нет. Скорее всего, это вот одноразовая история, какой-то вот вброс помощи, вот, и потом как бы все. Но в итоге вот мы видим, что второй этап все же произошел, и теперь уже все более оптимистично настроены, и рассчитываются на какой-то третий. Теперь ждут и третью серию тоже. Давайте сериал вообще сделаем. Пусть государство поддерживает. Ну, в принципе, вот смотрю на цифры, да, получается, первая программа, первый этап длился неделю, да, то есть за неделю нужно было купить. Продажи недели были всего, да. На 870 миллионов рублей. Это в целом по стране. Россияни, да, отоварились. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей. Ну, то есть, мне кажется, за второй этап это можно все смело... Кировская область очень активно, кстати, поучаствовала. Нам такой в рабочем порядке высылали подборку, как регионы реагируют и покупают. Кировская область была в середине из всех регионов Российской Федерации, то есть довольно активно вообще поучаствовало наше население. И на 2,5 миллиона накупили поездок. Со средним чеком, кстати, 50 тысяч рублей. 55, ну, то есть даже выше 50 тысяч рублей был средний чек в расчете на... Ну, то есть, мне кажется, эти цифры сейчас ну, минимум в два раза можно будет умножать. Заканчивать нам пора. Спасибо большое нашим гостям. Елена Данюшенкова, Ирина Бажина. Центр развития туризма Кировской области был у нас в студии. Мы с Дарьей Топузлеевой прощаемся. Через 20 минут особое мнение. И Василий Алексеевич Киселёв, мэр города Кирова, с 96 по 2006 год, по-моему. Будут они с Ксенией Казаковой о городских темах говорить.